Всем привет! Сегодня мы находимся в нашей мастерской, где снимем видеообзор на новые асики от компании Bitmain. Это Antminer S15 и Antminer T15. Мы посмотрим на их хешрейт, потребление, уровень шума и сравним рентабельность этих двух моделей с рентабельностью асик S9 на иммерсионном охлаждении. Итак, перейдем к нашим новым моделям. Внешне между собой они очень похожи, однако отличия по сравнению с предыдущими моделями от компании Bitmain, это асиками S9, у нас налицо. Новая модель имеет сдвоенный корпус, два параллельных вентилятора, которые размещены уже только с одной стороны, и встроенный блок питания, который соединяется с асиком с помощью двух шин. Особенностью этих устройств является наличие двух режимов работы, это режим при максимальной производительности и режим экономии электроэнергии. Это очень актуально для тех, кто имеет высокую стоимость розетки. По характеристикам, заявленным заводом-производителем, T15 имеет 23 ТРХ при потреблении 1540 Вт, это в режиме максимальной производительности, и 17,5-21 ТРХ при потреблении 1050-1260 Вт в режиме экономии электроэнергии. С-15 имеет 28 ТРХ при потреблении 1600 Вт, это режим максимальной производительности, и 15,5-18 ТРХ при потреблении 775-900 Вт в режиме экономии электроэнергии. Стоимость данных моделей T15 840 долларов, S15 1249 долларов, это цена на январь 2019 года. Ну и сейчас мы эти устройства подключим, ну и протестируем их на заявленные характеристики. Итак, мы подключили T15, и он сейчас вышел на свои рабочие параметры в режиме максимальной производительности. Сейчас посмотрим на потребление с розетки и уровень шума. Итак, с розетки 1495 Вт и уровень шума. Уровень шума в районе 65 дБ, производитель заявляет 76 дБ на максимальной производительности. В общем, параметры неплохие, сейчас посмотрим веб-интерфейс самого устройства. Сейчас находимся в веб-интерфейсе ASIC-AT15, который работает в режиме максимальной производительности, и наблюдаем его хешрейт. В районе 23,2 ТРХ. Здесь также отображена частота, температура плат и температура чипов. В общем, все стандартно. Во вкладке Miner Configuration мы можем изменять режим работы ASIC-AT15. Сейчас мы поставим галочку, и таким образом переведем ASIC в экономичный режим работы, и дальше посмотрим за его параметрами. ASIC-AT15 работает сейчас в режиме экономии энергии, и сейчас мы посмотрим на те же параметры, что и в режиме максимальной производительности. Итак, потребление с розетки у нас 1250 Вт. И уровень шума в районе 66 дБ, он не изменился, потому что весь шум у нас создает в основном блок питания. Сейчас посмотрим параметры из веб-интерфейса самого устройства. Итак, сейчас мы находимся в веб-интерфейсе ASIC-AT15. Здесь видим хэшрейт, порядка 21 тэра хэша, частоты, но они довольно-таки низкие. Температуры чипов, температуры плат. Во вкладке Miner Configuration убеждаемся, что ASIC работает в режиме энергосбережения. Теперь подключили ASIC-AT15, он сейчас работает в энергосберегающем режиме, и сейчас мы смотрим его параметры, энергопотребление и, соответственно, уровень шума. Потребление с розетки в районе 907 Вт, уровень шума. Уровень шума в районе 62 ДБ, это чуть ниже, чем у Т-15. Ну и сейчас смотрим веб-интерфейс. Веб-интерфейс ASIC-AT15, который работает в режиме экономии энергии. Здесь сейчас мы можем наблюдать средний хэшрейт, который равен 17,8. Ну и остальные параметры это частоту, температуру платы, температуру чипов. Во вкладке Configuration с помощью вот этой галочки мы сейчас переведем устройство в режим максимальной производительности. И посмотрим на его параметры. Мы перевели ASIC-AT15 в режим максимальной производительности, и сейчас смотрим его параметры в этом режиме. Потребление 1684 Вт, ну и уровень шума. Уровень шума в районе 63 ДБ. В принципе, как и в случае с Т-15, у нас ничего не изменилось. Итак, наблюдаем параметры ASIC-AT15 в режиме максимальной производительности. Хэшрейт средний 27,9, почти 28 ТХ. Здесь видим частоты, температуру плат и, соответственно, температуру чипов. Итак, теперь у нас есть все вводные данные для расчета рентабельности наших устройств. Для этого мы воспользуемся калькулятором, который находится на нашем сайте. Ссылку на калькулятор вы найдете в описании. Переходим на кладку Калькулятор. Выбираем тип устройства ASIC. Алгоритм у нас по умолчанию стоит с HAT256. В строке хэшрейт мы вводим полученное значение для ASIC-AT15, который работает в энергосберегающем режиме. Это 21 ТХ. Энергопотребление составило 1250 Вт. Ну и на стоимость электроэнергии ставим 4 цента. Берем более-менее среднюю. Если у вас какие-то либо другие значения по стоимости электричества, вы, соответственно, ее туда и проставляете. Особенность этого калькулятора в том, что он нам по прибыльности выдает две цифры. Первая розовая – это цифра, если бы устройство работало в иммерсионке. И серая цифра – это при работе устройства на воздухе. В данном случае мы воспользуемся серой цифрой, так как Т-15 у нас работает на воздухе. Прибыльность по этому устройству составила 2 доллара 5 центов. Таким же образом, с помощью нашего калькулятора мы провели расчеты всех оставшихся режимов работы ASIC-AT15 и T-15, а также ASIC-ATS9, разогнанного с помощью иммерсионного охлаждения. Ссылку на видеообзор разгона S9 в иммерсионке вы найдете чуть ниже, в описании. С помощью полученных данных мы составили таблицу и провели расчет рентабельности всех наших устройств. Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что при текущем курсе биткоина, а также необоснованной высокой стоимости S15 и T15, ASIC-ATS9, разогнанный в иммерсионке, является более рентабельным, чем новые модели. Ну вот, собственно, и все, что мы вам сегодня хотели рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, вы их пишите в комментариях. В общем, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Всем пока! До новых встреч!